Всем здарова пацаны, это канал Докистайл Игрушка Фарминг Симулятор 2019. В последнее время очень много вопросов и комментариев набрало моё старое видео, где я, помните боговал, кто давно на канале, те уже видели, что у меня был зил, который я забаговал на бесконечную пшеницу, то есть я мог высыпать, высыпать, высыпать её из кузова, но она никогда не кончалась, и люди у меня спрашивали, типа, как ты это делал, вот в последнее время, тогда оно почему-то не набрало много просмотра, но в последнее время, как бы, аудитория на канале растёт, и люди начали интересоваться, как это сделать, и покажи, расскажи, вот я хочу сделать отдельное видео, и сегодня вот попробовать с вами повторить данную процедуру, и надеюсь, что всё получится, и вы узнаете, как так сделать. И взломать игру на деньги могут, наверное, многие, а вот на урожай, для разных целей, наверное, думаю, это будет полезно. Но мне в данном случае, то есть не в данном случае, а в том видео, нужно было просто засыпать новый ангар, вот на прикольный ангар, и я хотел его засыпать полностью пшеницей и посмотреть, как будет выглядеть. Сегодня мы сделаем такое же подобное, а как вы уже будете использовать этот способ, это, конечно, не моё дело. Так, для начала нам понадобится любая техника, я не знаю, там, допустим, тогда я проделал это с зилом, сегодня я проделаю это с КамАЗом, попытаюсь. Для этого нам нужно, запоминаем, подъезжаем под элеватор или под комбайн, под что угодно. Видите, у нас справа внизу значение 0, нам нужно что-то насыпать, допустим, начать заполнение пшеницы. Начинаем заполнение. У нас, оп, видите, остановил, я, это я сам уже остановил. У нас имеется 4 тонны 670, ну, 4676 литров пшеницы. Далее мы сворачиваем игру. Есть такая интересная программа под названием Art Money. Многие из вас знают, там, взломывали раньше игры, я не знаю, на всякие, на хп, там, на деньги, на всё подобное. Ну, в общем, программа Art Money у меня, в данном случае, версия 8.0.1, я добавлю ссылочку в описание, постараюсь добавить. Выбираем процесс, фарминг, симулятор. Я опять забыл значение. Значение 4676. Нажимаем поиск. Вводим 4676. И нажимаем ОК. После чего у нас проходит поиск этого значения. Может занять некоторое время, я не знаю, но обычно это занимает около минуты. Сейчас посмотрим, сколько займёт и продолжим. Так, как мы видим, нашлось очень много значений. Найдено аж 19164 значения. Их мы менять с вами не будем, потому что это огромное количество. Делаем следующее. Мы подъезжаем обратно под элеватор. И нам нужно изменить, изменить данное значение. То есть, либо высыпать, либо досыпать ещё какое-то количество зерна. Так, пшеница, начать. Опять прекращаем. Изменилось значение на 6741. 6741. Выходим опять в артмане. Нажимаем Отсеть. 6741. Правильно, сейчас я убедюсь в этом. 6741, да. Мы вышли значение Отсеть. То есть, нажали. Ввели данное значение и нажимаем ОК. Всё, у нас прошла отсейка. То есть, отсеялись многие значения. Осталось всего 7. 7 значений. Но 7 значений это тоже много. Поэтому, давайте попробуем досыпать кузов до полного. Если он досыпется. Если у меня здесь хватит вальвата и зерна. То есть, опять досыпаем. Начать. Всё, насыпали полный кузов. Полный кузов. 10 тысяч тонн. Нажимаем. Опять. Отсеять. 10 тысяч. И нажимаем ОК. Нашло у нас вот такое вот количество значений. 4 значения. Так вот. Теперь я боюсь немножко накосячить. Потому что какое-то именно значение на это влияет. Видите? Вот здесь везде значение 10 тысяч. А здесь какая-то 1.3. Е0.3. Его не трогаем. А остальные попробуем вот так вот. 1.2.3. Ставим галочки. То есть, замораживаем данное значение. После чего раскрываем обратно игру. Заезжаем, допустим, куда угодно. Ну, на элеватор же на этот я и заеду. Постараюсь. Заезжаю на элеватор и нажимаю на выгрузку. Пшеницу выгружать начинаем. И как вы видите, я сколько бы не выгружал, но у меня пшеницы также и остаётся очень-очень много. То есть, блин, всё получилось. На примере КамАЗа, как вы видите, кузов уже пустой. А пшеница продолжает сыпаться. И в правом нижнем углу у нас бесконечное число пшеницы. Допустим, мы опять прекратили разгрузку. Отъехали в другое место. Там на нашу территорию. В любое, абсолютно в любое место. У нас 10 тысяч тонн, как и было. Нажимаем разгрузку. И вот вы видите, я начинаю высыпать и зерно опять же не кончается. Мы можем насыпать огромные горы чисто из урожая, из зерна. Сыпем, сыпем, сыпем сколько пацаны душе угодно. Просто, ну, зерно никогда теперь не кончится. Я не знаю. Давайте чуть-чуть подождём. Посмотрим, на чём оно остановится. Но оно не остановится. Меня уже, видите, кузов начинает... Ну, то есть, камазы начинают перекидывать, а зерно всё продолжает сыпаться. Так, я думаю, можно сделать абсолютно с любой культурой. Абсолютно там с навозом. Если вам не кайф заправлять сейлку постоянно. Если вам не хочется удобрения покупать и заполнять. Не хочется ездить в магазин. Вы можете так даже удобрелку, допустим, забаговать и пользоваться. Данное значение запомнилось только до перезапуска игры. То есть, получается, даже если мы сохранили и вышли, То, скорее всего, вот эта фишка уже работать не станет. Поэтому проделывать нужно сразу. Либо насыпать зерна, сколько нам нужно. Либо, блин, заново проделывать данную махинацию. Она, к счастью, не такая сложная. Я надеюсь, вы всё поняли. Ссылочку на артмане я оставлю. По поводу значений, пересматривайте видео, пацаны. Перед тем, как задавать много комментариев. Ну, здесь перестало высыпаться, потому что уже я перекинулся не сильно. Перед тем, как задать вопрос, в комментариях, конечно, вы пишите много чего. Можете поблагодарить за данный способ. Но просмотрите видео несколько раз. И только потом, если вам что-то непонятно, пацаны, спрашивайте, я попробую объяснить. На сегодня, я думаю, это всё. Тем, кому я был полезен, пацаны, не забудьте поставить лайк. Кто ждал это видео, кто просил, я надеюсь на ваш лайк, надеюсь на ваш коммент. На сегодня, я думаю, пора заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.